Создать качественный музейный продукт для туристов намерены общими усилиями сотрудники одесских музеев совместно с Управлением культуры и туризма областной и государственной администрации. Пути выполнения этой задачи обсуждались в ходе круглого стола в историко-краеведческом музее. Рыночные условия заставляют перестраивать работу музеев. Нужно привлечь покупателя и продать продукт. Для этого нашим музейным работникам придется принимать опыт западных коллег. Там предлагают экскурсии, ориентированные на определенные группы туристов. Должна измениться как специфика работы сотрудников, так и структура самого музея. Кроме тщательного подбора экспозиции и подготовки рекламных материалов по европейскому стандарту, говорилось об открытии при музеях, сувенирных магазинах и даже ресторанов. Соединить эти, казалось бы, туристические продукты и музейный продукт. Есть все основания, есть базис для этого у нас существует. Это, во-первых, великолепные фонды музеев. Это музеи, это архивы, это библиотеки, которые еще издавна считают и считаются институтами памяти. Наряду с организацией тематических экскурсий необходима современная туристическая реклама. В Украине уже есть опыт создания виртуальных музеев. Любой желающий может предварительно ознакомиться с музейными коллекциями города и составить план поездки. Для Одессы это дело новое, но бесспорно перспективное. Самая глобальная цель наша – это увеличить в общей структуре туристического потока именно вот часть, количество, вернее, экскурсионных посещений наших музеев. Потому что я считаю, что это действительно кладезь и историческая, и культурная, и узнать о регионе в полной мере можно только посетив наши ведущие музеи. Если иностранным туристам важен только интересный маршрут, с нашими сложнее. Для бедных соотечественников, интересующихся историей и культурой, большое значение имеет цена билета. А ее приходится поднимать. Сегодня до 80% коммунальных платежей музеи оплачивают из своих средств. В бюджете на это денег не хватает. Александр Виноградов, Руслан Акаев, телекомпания Круг.